Общий фон церковной и общественно-политической жизни был, конечно, очень сложным. Особенно большую роль сыграли события октября 93-го года. Обстрел Белого дома и так далее. Многие считали, вот наконец-то освобождена церковь. Она независима и что хочет, то и делает внутри себя. Ох, нет. Все кончилось в 93-м году. Так что свободой церковь пользовалась, может быть, года 2-3. Два священника пришли. Один молодой совсем и другой уже постарше немножко, но тоже еще очень молодой, ермонах Тихон Шевкунов, который нам как раз говорил, что вот, видимо, будут перемены, что вот могут назначить другого настоятеля. Ну, коли у вас вот так к вам собирается, так много интеллигенции, или там у вас так много молодежи, зачем это вам нужно? Вдруг объявляется, что патриарх создает подворье Псково-Печерского монастыря в Москве. И для этого понадобился храм. И вот под это подворье и передают Владимирский собор Сретенского монастыря. А нас как бы перемещают из монастыря в соседний храм, который мы тоже уже начали использовать, храм Успения в Печатниках. Правда, тогда уже, когда мы вынуждены были уехать, ну, такой все-таки человек со стратегическим мышлением, отец Тихон Шевкунов сказал, что это ненадолго, что и оттуда мы вас попросим. Он всегда предпочитал действовать с позиции силы, что он, так сказать, ну, как рок, неотвратим. Если уж он что-то говорит, то так оно и будет, и нет сил, которые могут этому сопротивляться. Оказывается, уже существовала какая-то черная сотня, какие-то георгиевцы, какие-то казачьи организации. И когда 14 февраля 1994 года наш храм заполнила вот эта публика вместе с нашими прихожанами, я был вынужден по предписанию патриарха в этот день служить вместе с Шевкуновым. Это как бы символ преемственности. Ну, такая с позиции силы, ну, что же, бывает. Вот, то вот эти люди там проявили себя. И они не скрывали того, что они пришли нас, так сказать, выгонять. Мы им передали, вынуждены были передать какую-то часть помещений в этом единственном здании, кроме храма. И как они пели там, допустим, «Глаз девятый, шумел камыш». Вот. Ну, отец Тихон был известен некоторыми слабостями в этом отношении. Это всем было известно. Но вот так вот, чтобы на церковный распев петь «Шумел камыш», вот раньше мы с этим не встречались. И если у него конфликт с патриархом, какие у них вообще взяли отношения? Они никогда не были и вряд ли будут когда-либо простыми. Уже хотя бы потому, что, ну, кто-то, может быть, не знает церковных правил и канонов, распространяет слухи о том, что, вот, патриархом должен стать следующим именно Владыка Тихон Шевкунов. Вы с отцом Тихоном общались лично. И у меня, может быть, нестандартный вопрос. А он верит в Бога? У-у-у, в какого-то, конечно, верит. В какого, не знаю. Ну, мне очень трудно сказать точно, что это Христос, что это вот, что у нас один Бог, что у нас одна вера. Мне было бы очень трудно с ним, скажем, вместе причащаться и вместе совершать Евхаристию. Один раз я это делал по требованию патриарха в 94-м году. И когда он мне сказал в алтаре, как положено по чину, Христос посреди нас, то я думал, что ответить. Я ему ответил, не есть и будет, как положено по служебнику, а надеюсь, что будет. Вот это мне не понравилось отцу Тихону. Но что делать? Врать перед Богом нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!